Александр Талер, инвалид второй группы и участник войны. Выйти в медалях и орденах к стенам прокуратуры он решился после двух лет бесконечной переписки с властью. Он требует соблюдения закона, а именно восстановления его в должности сантехника на заводе медлабортехника. На этом предприятии он проработал 60 лет и мог бы работать и дальше, но новому руководству предприятия неожиданно стал врагом. Александр Михайлович рассказывает, он и другие работники предприятия являлись его акционерами, но без их ведома завод и его территорию продали посторонним структурам. Когда ветеран пытался привлечь к этим фактам внимание прокуратуры, его уволили. Ему даже не позволили забрать с предприятия свои личные вещи. После словесной перепалки с директором завода, тот толкнул его и выдернул из-под него стул. Я сажусь на стул такой, как там, и говорю, тогда вызывайте прокуратуру или милицию, будем решать вопрос. Я же не ожидал, что он подбегает ко мне, хватает за ножку стула, переворачивается, так я падаю головой от пол. Я вышел без сознания, что проходил возле милиции, говорю, что вот такое и такое дело случилось. Александр Михайлович собирается добиваться восстановления на работе и продолжать голодовку до победного конца. Он уже написал и премьеру, президенту. И ждет, что справедливость восторжествует. На его фронтовой медали написано «Победа будет за нами». Как и тогда на фронте, он обещает биться за свои права до последнего. Я буду биться, не отступать. Правда, все равно не может так бить, чтобы правды не было. На самом предприятии получить комментарий о ситуации с ветераном не удалось. Игорь Дегтяренко, Дмитрий Бондаренко, телекомпания АТВ.